Артур, Олег, ну, он предупредил меня, что вы придёте. Здравствуйте. А чем мы с вами будем заниматься? Ничем, сеньора, решительно ничем. Тогда зачем же вы пришли? Видите ли, в чём дело. Несколько дней тому назад я встретил вашего мужа. Мы с ним знакомы ещё со школы и не виделись несколько лет. Я сейчас живу в другом городе, но фирма послала меня в командировку на два месяца в родной город. Я оставился в гостинице, но сами понимаете, это дорого, поэтому я решил снять комнату в семейном городе. Мне повезло, я встретил Аку, он сказал, что он женился, что есть квартира, и что он может сдать мне комнату без проблем. Вот я здесь. Да вы проходите, садитесь. Я скажу, что ему повезло, ведь он женился на вас. Ну что, сейчас я уже не так. Я была как цветок, а сейчас я сама себя не знаю. Сегодня утром мой муж опять в меня стрелял. Стрелял? Да, взял революцию и выстрелил. Чудо-мое. И, видимо, какой-то слепой меня бережёт. Сегодня утром он в вас стрелял. Да если бы только сегодня утром. Он всё время в меня стрелял. Первый раз. Он выстрелил меня во время нашей свадьбы за столом. После второго плёта. Место десерта. И он вас не поранит? Пуля меня не давала. Ну, спустя два-три дня мы помиримся. А потом он выстрелил на меня роман. Место какое? В трёхти раз в моей именинке. Место подарок. Да что я говорю. Но с каких же пор он вас стреляет? Ну, я же вам говорю. С первого дня вот мы уже не верим. И что, ни разу не попал? Пока нет. Ну, кто знает, чем всё это может кончиться. Только бы пришёл в хорошем настроении. Привет, Микки! Привет, Атут. Извинишь, что я застал тебя что-то. Да ничего, пустяки. Я ходил в магазин за патронами для револьвера. Они у меня кончились. А мы тут с твоей женой разговариваем, знаешь ли. Ты показала ему комнату? Ты показала ему комнату? Нет ещё, но это не имеет значения. Ну, как же это не имеет значения? Прежде всего, ты должен посмотреть комнату и сказать, подходит она тебе или не подходит. А я во мне прислуга. Ещё не хватало сделать из меня горничную. Весь дом на мне. Я к вечеру ногу под собой не чувствую. А я, по-твоему, не тружусь. Трудишься? Да ты приходишь с работы. Свеженький как огурчик. Ты начинаешь командовать. Свеженький как огурчик. Я прихожу с работы. Свеженький как огурчик. Ладно, ладно. Не действуй мне на нервы. Что ты хочешь этим сказать? Что я тебя специально нервирую. Подумаешь, какой нервный. Не надо ссориться. Поверь, Микки, она всегда так дерзит. Она как дерзит, что кровь ударяет мне в голову. Я лучше промолчу. Выпишу. С удовольствием. И я тоже. Принеси. О, господин приказал по кофе. Кофе. Отправляйте спить в пак. Дороте, принеси нам кофе. А у тебя что? Руки и ноги отсохли. Пойди, принеси нам. Дороте, принеси кофе. Ты меня знаешь. Знаешь. И еще как знаешь. Вы твои минуски от меня остались только в тоже доходе. Ты приходишь с работы и начинаешь отравлять мне жена. Для меня не существует никаких развлечений. Никаких булавокстей, ничего. Не дам я тебе кофе. Дороте, не доводи меня до крайностей. Да, но я не хочу кофе. Я не хочу кофе. Отойди, Микки. Я ее прикончу. Ну и прикончу. По кроме неверенного воинника. Спокойно. Я тебя убью. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ты убил ее? Нет. Нет. Опять повезло. Я принесу его кофе. Папа, боже мой, да ты весь мокрый, хочешь мне перевожу? Нет. Я только немного разгорячился. Не стой в гостике, ты простудишься. Ну и что из этого? Можно подумать, что ты не работаешь. Ну что я делаю? Я сижу дома, а тебе нужно немного отдохнуть, бедная ларка. Сейчас я принесу вам кофе. Так вот, Витя, тебе у нас будет очень хорошо. Комната солнечная, ванна, туалет. Опять же, в семейном кругу лучших друзей. Вот увидишь, тебе у нас понравится. Да, конечно. Лучше желать нечего. А что ты так сполновался? Да я чуть не умер. Да ты сам разуйди тут. До твоих глазах стреляешь женщину. А я тебе объясню. Пишите кофе. Пожалуйста. Я его приготовила от всей души. Вот, попробуйте. Неправда. Очень. О, ты порвал новый костюм. Ах да. Совсем забыл тебе сказать. Даже не помню, как это получилось. Ну конечно. Ты просто, ох, царя невеста. Дорогая, ну выбирай выражение. Ну разве это приличное слово, ох? А что я как бы ему должна была сказать? Ах, да, вы порвали новый костюм. Ах, как это хорошо, ах, какая радость. Ах, да, мы же миллионеры, и мы можем позволить себе просто деньги на вечер, ах, да, какая прелесть. Здорово. А ты пойми, ну не стану же я рвать свой собственный костюм ради удовольствия. Конечно. Я же это сделал, не народ. На, нашли. Наршал, дурочку? Если ты не рядом, то ты так и будешь ходить по бодрому, и с заплатками на жаду. Дороти. Дороти. Зашей, деджин. Держи карман шире. Завтра. Зашей. Дороти. Сегодня вечером я отправлю тебя на тот свет. Зашей, деджин. Ну и отправлял. Ну, кроме тебя, мы наломаем, будет спокойнее. Артур, это же смешно. Ну, скажите, за какого-то пиджака... Абэти, Микки. Пусть я сяду в дюрьму, но я убью ее. Да я сам зашью этот пиджак. Ну, помогите, помогите. Я тебя убью! Вы не умерли? Мы же оба могли отправиться на тот свет. Нет. Ну, видишь, как ужасно, когда ты начинаешь нервничать. Но я сейчас заштукаю так, что совсем не будет видно. Господи, надо же, как ты в жалко и в руках. Микки! Нет! 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 Ты меня знаешь! У меня что, ну, мне тонны языки. Я не стану тебя потакать. Я никогда не представлялся, что ты такой... И прошлое молодец, а ты уже тварь, и выстрелил жену. Я вхожу! Я предупреждаю, что я это так не ставлю! Я потребую, чтобы тебя отправили в сумасшедший дом! Да опойся ты, гурлет! Я надену нарочно! Я надену нарисовала! Дорогая она прекрасная женщина, но с жутким характером. За любого пустяка она лезет в бутылку. Но я действительно готов ее убить. Первый же день нашей совместной жизни она устроила такую сцену. Мы сидели за столом, а у меня в кармане был левый верх с колостными патронами. То ли она вывела меня в себя, то ли меня охватила бешенца, но я выстрелил в нее! И увидел, как на глазах с ней произошла перемена. Она залупалась, стала нежной кроткой. И тут-то я понял, Микки, я понял, чтобы жить с ней мирно, в нее надо стрелять! И вот с тех пор, пока не выстрелил, не могу успокоиться! Значит, пистолет не заряжен? Ну да! Так что ж ты расина меня? Я до сих пор поджилки трясусь! Ну о, теперь совсем ничего не видно. Чертова Семена, уже поздно, я пойду. У меня деловая встреча! Как? Ты даже не посмотришь комнату? Не, не, не. Мне некогда. Ну тогда я тебя провожу заодно и подышу свежим воздухом. Ты уходишь? Да? А что? Иди, иди. Ну тебе же доставляет удовольствие, когда я остаюсь однодон. Ну на тебя не угодишь. Вчера мы с тобой ходили в театр, позавчера в казино. Сегодняшний вечер я хочу провести со своим другом, которого давно не видел. Мы поужинаем с ним в ресторане. Ты даже не придешь к ужину. Решил загулять. Знаешь, что я тебе скажу? Ты никуда не пойдешь. Нет, пойду. Нет, не пойдем. Нет, пойду. Артур, стреляй быстрее, да пойдем. Подожди, Митин. Я это должен сделать по-настоящему. Сегодняшний вечер добром не кончится. Ты никуда не пойдешь. Не пойду. Горь тебе. Покатя, повезло. Милый. Ты уходишь. Около длина. Веселитесь. Пойдем. Так, секундочку. Ну, я сейчас она ничего не сделала. Сейчас не сделала. Но когда я приду поздно ночью, я устану, лягу спать и хочу уснуть спокойно. А-а-а. Спасибо, Николай. Спасибо.